привет друзья меня зовут николай и мы сегодня посетим прекраснейшее место которое находится в сатере это в алуштинском районе и это место называется каменные грибы мы сейчас пройдемся я вам покажу тропинку как сюда пройти и естественно мы сегодня обязательно полетаем немножко и посмотрим на эти шикарные огромные каменные грибы так что давайте перейдем к просмотру начнем прогулочку нашу а вы конечно же не забудьте подписаться на мой канал потому что еще будет очень много чего интересного из крыма ну что друзья когда вы до сюда доедете здесь уже будет парковочное место шикарная площадка здесь и чуть ниже но нам надо идти чуть чуть ниже сейчас вам покажу где вход на саму тропу и мы конечно же пойдем и посетим шикарнейшее место многовековое там наверное даже не то что много вековое а возможно даже миллионы лет этому месту так что друзья в крыму есть такое место и мы туда идем еще можно здесь парковаться ну здесь как вы видите возле мусорки не очень хочется парковаться вот сама тропинка вот она идем и конечно же с вами на каменные грибы вверх по тропе вдоль ручья 700 метров естественно желательно быть каких-то штанах потому что присутствует клещи ну и костры разводить нельзя потому что пожарная ситуация друзья ну что давайте прогуляемся и посмотрим какая ситуация это у нас река сатера которая в данный момент пересохшая и получается водопад езер не получится посетить потому что его просто-напросто не будет его надо посещать или хотя у нас были недавно дожди но видимо они были слабоватые вот по такой тропиночки мы сейчас будем продвигаться и на следующих развилках я вам все буду показывать а сама река засохла значит водопада в данный момент нет мы только посетим тогда в таком случае грибы смысл эти на водопад которого нет так друзья прогуливаясь по такой тропе будут попадаться такие в реке обрушистые скалы обрывы и осыпи и но вот так вот смотрится конечно довольно таки интересно и конечно же прогулка по свежему воздуху но это просто шикарное блаженство так что будем двигаться дальше скоро уже будет развилочка я покажу куда дальше надо будет сворачивать очень жалко что конечно река сатера неполноводная хотя она смотрите какая бывает бушующая что здесь падают деревья и вымывает прямо корни у деревьев так друзья хотел вам еще показать что по пути когда идете вам могут если вы после дождя конечно попасться и не только каменные грибы но и настоящие конечно же он сейчас негодный уже потому что он старый вот еще один то есть если что поглядывайте по сторонам если вы идете сюда после дождя здесь лес грибной и могут попасться настоящие съедобные грибы вот мы друзья выбрались на первую развилку и стрелочка нам показывает вот смотрите грибы в той стороне ну и плюс вон еще одна стрелочка на дереве которая тоже показывает что нужно идти в ту сторону а где это развилка чтоб не потеряться вот ориентир как лавочка потому что нигде больше по пути не попадалась лавочка с мусорками и поэтому нам в ту сторону то есть мы уже почти у цели почти пришли осталось совсем немного ну по крайней мере до этой лавочки подъем был простятский довольно таки на легке не спеша можно пройтись что у нас будет дальше расскажу потом так друзья пройдя немного дальше подъем конечно начал становиться все круче и круче вот таким вот образом он и выглядит ну что пошлите дальше посмотрим какая дальше там будет дорога может быть полегче но в принципе уже я думаю пол пути прошли осталось совсем чуть-чуть ну что друзья преодолев этот подъем здесь сразу такая вот интересная балочка и уже сразу же виднеются грибы которые среди кустов очень смотрятся интересно конечно же они а громадные я конечно думал они поменьше но они просто огромные погодка вроде сегодня позволяет сейчас запустим еще дрона полетаем посмотрим здесь немного вниз надо спуститься и мы придем к своим вот этим грибам друзья каменным так друзья вот здесь уже дойдя все таки до этих грибов здесь присутствует такая вот лавочка где можно посидеть передохнуть после этого подъема ну и сами грибы вот так вот выглядят я нашел здесь только два штуки говорят раньше здесь было их намного больше но из-за того что идут дожди она все развалилась со временем конечно в сырую погоду не рекомендуется находиться под этими грибами потому что у них ножки как бы глиняные с перемешку с щебенкой а вверх сама шляпка этого гриба она каменная то есть здесь были грибы которые уже упали но они и образовались благодаря дождям и ветру но также как они образовались благодаря этому они благодаря этому и они же разваливаются сейчас мы подойдем поближе и посмотрим данный момент сверху как они интересно смотрятся здесь два штуки один поменьше другой вообще здоровый место конечно интересное посещение сюда бесплатно хотя у нас много всяких туристических тропинок которые платные на сюда можно с сатерой пройти бесплатно ну то есть по лесу туристическая тропа это не платно а а а а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok помимо всего этого по балке сатера вдоль реки этой сатера там был найден скелет мамонта правда или нет я не знаю но так пишут и рассказывают если это правда значит на самом деле здесь был покрытый льдами ну что друзья прогулочка в это прекрасное место хороша еще тем что здесь не только смотрите какие маленькие дубы растут но здесь еще присутствуют и там вдалеке виднеются можжевеловые рощи небольшие которые естественно очень полезны и очень полезная будет эта прогулочка поэтому шикарному лесу тем более здесь открываются прекрасные виды на море виднеется по этой балке моря и плюс вот эти вот грибы можно посмотреть конечно же если вы захотите сюда прогуляться маршрут довольно таки несложный там небольшая горочка которая может изначально испугать то что она там рисковатая но она совсем мало там 200 каких-то метров и вы уже пройдете здесь всего маршрут около 700 метров так что прогулочка сюда это конечно же рекомендованное мероприятие потому что здесь очень красиво и посмотреть и пофотографироваться и даже для самого себя прогуляться в этих шикарных местах конечно же необходимо так что если будете в крыму не забывайте посетить это место ну что друзья надеюсь вам прогулочка понравилась по этим местам прогулочка к этим грибам по лесу вы не забывайте ставьте лайки пишите ваши комментарии если вы здесь были конечно в этом месте напишите ваши впечатления про эти грибы что вы о них думаете понравилось или нет ну и конечно же подписывайтесь на мой канал ну все друзья до новых встреч в новых видео всем пока